История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. Мигель де Сервантес Санбута После отмены крепостного права в России произошли большие изменения. Они требовали создания общенациональных ценностей, одинаково важных для всех слоев нового русского общества. Александром II эти задачи не были решены. С приходом к власти Александра III началась эпоха так называемых контрреформ. Царь желал объединить свой народ, опираясь на незыблемость принципов самодержавия, православия и русской самобытности. Даты, связанные с церковной историей и историей православия, были возведены в ранг государственных торжеств и отмечались с особым размахом. Церковь при Александре III. У вас в гостях доктор исторических наук Александр Полунов, Александр Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Полунов Александр Юрьевич. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, исторический факультет. Доктор исторических наук. Профессор факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова. Автор монографии. Константин Петрович Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России под властью оберпрокурора, государства и церковь в эпоху Александра III, а также около 70 работ по истории России XIX века. Конец 70-х, начало 80-х годов XIX века, тот период, из которого, собственно, вырос и общественно-политический кризис, и подъем революционного, в том числе террористического движения, который унес в жизнь Александра II, это был период не только, собственно, политического кризиса, но это был период, когда, можно сказать, сошлись воедино, сконцентрировались очень острые духовные противоречия и духовные искания. Дело в том, что предыдущий период, период так называемых великих реформ 60-70-х годов XIX века, он в известном смысле к концу 70-х годов духовно исчерпал себя. То есть вот этот вот очень сильный, очень мощный запал, очень мощный посыл, характерный для начала этой эпохи, мы преобразуем окружающую действительность, ну, с точки зрения ее внешних аспектов, административных, социальных, институциональных, и вот это именно внешнее преобразование, оно принесет счастье, благополучие и так далее. Ну, и известно, что эта идеология лежала в подоснове, собственно, великих реформ, самой великой из них – освобождение крестьян, последовавшей серии преобразований. Но к концу 70-х годов в значительной степени это зашло в тупик, то есть ожидаемого счастья и благополучия не выявилось. Более того, определились очень острые противоречия, определились те явления, которых не было в предыдущей дореформенной жизни, нравственные пороки, массовое обнищание людей, бесприютность духовная, социальная, какая угодно, сотен тысяч или, по крайней мере, десятков тысяч людей, в основном бывших крестьян, хлынувших в города в связи с начавшейся индустриализацией и не находивших там себе места. Это тоже была очень острая проблема того времени. Духовный кризис, пронизавший буквально все слои общества и отразившийся, кстати, в великой литературе. И здесь нужно сказать, что именно в это время в Россию пришло то, чего в России по большому счету раньше не было, а именно власть денег. Русские-то с деньгами дела не имели. Крепостная экономика, там не деньги были важны, не столько деньги, сколько, ну вот этот вот оброк часто натуральный, который привезет крепостной мужик. Здесь крепостных не стало, теперь крепостных не стало. Натуральные отношения все в большей степени стали переводиться на деньги. Хлынули огромные, но далеко не всегда честно заработанные деньги в общественную жизнь, в массовое сознание и так далее. Островский с его купцами, банкротствами, разорениями, бешеными деньгами и так далее. Это все очень типично для того времени. А это ведь связано с нравственными началами. В России, в русском традиционном самосознании, в отличие от той же протестантской этики, просто не было концептов, которые позволяли как-то с этим справиться, как-то иметь с этим дело. И люди растерялись, они оказались лишены ориентиров. Они зачастую просто не знали, что делать в этой ситуации. Огромный рост самоубийств, потрясение семейных основ. Анна Каренина, впоследствии живой труп, это все знаки времени, веяния времени. И в этой ситуации возник очень острый запрос на духовное влияние, на духовных вождей, на кого-то, кто объяснил бы, а как, собственно, с духовной точки зрения обстоит дело во всей этой сложной, противоречивой сфере, как с духовной точки зрения со всем этим разобраться. А массовой традиционной церковью в России все-таки была православная церковь. И вот обращение к ней в процессе этих духовных исканий, это было очень заметным фактом конца 70-х, начала 80-х годов, хотя очень часто эти духовные искания выплескивались и за пределы традиционной церкви. Отсюда массовый подъем сектанства, отсюда искание в светской среде, в среде светской общественности. Конец 70-х, начало 80-х годов, это выступление Владимира Соловьева, это обращение Льва Толстого, это время, когда значительно более заметным, чем раньше стал Константин Леонтьев, его публицистика, это время, прозвучавшее на всю страну пушкинской речи Достоевского и его публицистики. То есть это было очень сильное общественное, идейное и духовное движение, сдвиги именно в духовной сфере жизни общества. И то, что родилось из этого в 80-е, начале 90-х годов, новый формат церковной политики, это был отнюдь не только результат неких административных перестановок в верхах, хотя, конечно, и этого тоже, но это все имело под собой очень серьезный фундамент. И вот мы подходим к моменту принятия венца императорского Александром, который не был готов к этому, и вот действия этого человека, на которого свалился груз ответственности. В том числе он прекрасно понимал, судя по последующим действиям, что этот груз не только за экономику, за то, что нужно укреплять рубль, что, естественно, было сделано, но вот за духовное состояние общества и постоянные разговоры о угрозе революции. Александр Третья сам по себе был интересным и далеко не таким однозначным человеком, как его иногда изображают историки и публицисты. И кинематографисты. И кинематографисты. И вообще его образ, сложившийся в массовом сознании, в том числе в художественном сознании, он, в общем-то, довольно сильно отличается от того, что было в реальности. Начать с того, что Александр Третий, до восшествия на престол Александр Александрович, рос в атмосфере довольно ощутимой оппозиционности к курсу своего отца Александра Второго, которого он очень уважал, к которому он относился с большим пиететом, как к человеку, но многих аспектов политики которого он все-таки одобрить не мог. И линия оппозиционности отчасти, это нельзя применять прямолинейно, но отчасти все же проходила по границе того раскола между западниками и славянофилами, поскольку Александра Второго со всеми оговорками очень осторожно, но все-таки можно причислить к западникам. А контакты его сына со славянофилами, с настоящими славянофилами, Иваном Аксаковым, сестрами Тютчевыми, это хорошо известный факт, и славянофилы на него в немалой степени повлияли, хотя, безусловно, он далеко не во всем разделял их взгляды, и особенно впоследствии, после восшествия на престол, когда он принял на себя груз политической ответственности, он, конечно, со многими требованиями, программными пунктами славянофилов не мог согласиться, но все-таки славянофильство в широком смысле слова, не как набор конкретных программных пунктов, как умонастроение, как определенный взгляд на мир, повлияло на него очень глубоко. Славянофилы – представители одного из направлений русской общественной мысли 40-х-50-х годов XIX века. Славянофилы выступали с обоснованием особого, отличного от западноевропейского пути исторического развития России. Самобытность России они усматривали в отсутствии борьбы социальных групп, в крестьянской общине, в православии, как в высшей форме христианского учения, противостояли западникам. Они выступали за отмену крепостного права, за свободу совести и печати. Среди главных представителей славянофильства Иван и Константин Аксаковы, Иван Киреевский, Юрий Самарин, Алексей Хомяков. Западники, в отличие от славянофилов, считали историю России частью общемирового исторического процесса, являлись сторонниками развития страны по западноевропейскому пути. Западники критиковали самодержавие и крепостничество, выдвигали проекты освобождения крестьян с землей, были сторонниками реформ и конституционного преобразования государственного строя. Среди главных представителей западничества Павел Аненков, Василий Боткин, Тимофей Грановский, Иван Тургенев, Петр Чаадаев. После крестьянской реформы 1861 года западники сблизились со славянофилами на почве либерализма. Взгляды западников, особенно их конституционные проекты, получили дальнейшее развитие в программах российских либеральных организаций и групп конца 19-го, начала 20-го веков. Конечно, все цари так или иначе отдавали дань, должного дань уважения религии, никто из них не был безрелигиозным человеком, но у Александра Третьего благочестие было особенно глубоким, и здесь большую роль сыграло влияние его матери императрицы Марии Александровны, супруги Александра Второго, которая, хотя и немка по происхождению, но очень глубоко интегрировалась в духовную жизнь в России. После перехода в православие очень глубоко к сердцу приняла особенности культуры, особенности религии. И, собственно, вот то, что называли современники иногда недоброжелательно «славянофильское кольцо» вокруг императрицы, это фрейлины, сестры Тютчевы, графиня Блудова. Это окружение, которое действительно очень сильно влияло на императрицу, а через императрицу, естественно, на детей августейшего семейства и Александр Третий впоследствии прямо вспоминал, писал в письмах, что влияние Матушки было определяющим в том, что мы с братьями выросли людьми благочестивыми, преданными церкви, преданными религии и так далее. Сейчас, кстати, в православных кругах, в православной общественности очень активно обсуждается личность Тимали Александровны и проводятся научные конференции, изучаются ее деятельности. Почитание очень высокое, я уж там не знаю, чем это закончится, но почитание есть, как удивительного человека высокой православной культуры. Это вот к истории церкви тоже. Да, да, и в ее окружении были чрезвычайно интересные люди, в частности, ну, в данном случае Фрейлина не ее, а Фрейлина другой, замечательная представительница царского семейства, великой княгине Елены Павловны, тетке Александра II, баронесса Эдита Федоровна Раден, азейская, то есть балтийская немка, лютеранка, которая оставалась в лютеранстве до конца жизни, но которая тоже очень интересовалась и глубоко прочувствовала особенности культуры, религии России, которая стремилась ее понять, которая близко общалась со славянофилами и полемизировала, в частности, с известнейшим из них, Юрием Федоровичем Самариным, как раз по вопросу о судьбе Прибалтийского края и о роли немецкого дворянства в судьбах этого края. То есть, действительно, это очень интересная тема для исследования. Тогда было принято решение вот о назначении Победоносцева, то есть утверждение его, начались конкретные мероприятия. Реформы, может быть, не нужно их называть, но мероприятия были. И задача, ну, надеюсь, достаточно прагматично ставилась укрепление духовного единства нации, укрепление веры в русскую самобытность, православие, самодержавие, народность или русская идентичность, например, можно было сказать. И для этого проводились разные решения в жизни. С одной стороны, организационного плана, это поддержка, собственно, церковной инфраструктуры, это и духовное училище, и академическая церковная составляющая. Но, тем не менее, управлялось-то все светским человеком, лобер-прокурором. Но благочестивым. Победоносцев, если говорить об этой личности, очень глубоко и своеобразно воспринимал свое призвание. У него было такое своеобразное миссионистское самосознание. Он считал буквально, что через него говорит весь многомиллионный православный народ, простой народ, который иначе высказаться не может, как через Победоносцева, а именно Победоносцев доносит его мнение, настроение, его дух, иначе неощутимый. Победоносцев, несмотря на весь свой академизм и научную карьеру, он был очень скептически настроен по отношению к возможности что-либо формализовать, рационализировать, и, как бы мы сейчас сказали, артикулировать, изложить в четко выраженной, словесной форме то, что касается вот этих вот громадных и необъятных сфер народного духа, народного самосознания. Народ чует душой. У народа есть определенные и вполне четкие убеждения, но он выразить это не может, он чует это душой. Да и нам, представителям образованного общества, не надо пытаться это сформулировать в некой рационализированной форме. Вот я, Победоносов, чую душой, как живет народ и как он себя сам ощущает. И, ну, практически все, вот у Победоносов было очень острое ощущение того, что Россия колеблется над бездной. И вот сейчас, вот еще немного, и все рухнет. И практически все люди, способные ощущать вот этот вот народный дух, они ушли, их больше нет в верхах. Вот Победоносов — это едва ли не единственный, кто еще сохранил такую способность и при этом причастен к верхам, вхож к царю и может до царя донести вот это ощущение народного самосознания. И нагруженный столь большой миссией, он, Победоносов, имеет буквально необъятные компетенции, но он их воспринимал как обязанности, как долг преобразовывать все вокруг себя вот в соответствии с этим народным самоощущением, которое он в себе, почувствовав себе, хранит, доносит, как некий ретранслятор, до верхов и должен воплотить жизнь буквально во всех сферах. Победоносцев Константин Петрович, российский государственный деятель, ученый-правовед, публицист. Родился в семье профессора Московского университета, окончил училище правоведения, служил в московских департаментах Сената, преподавал законоведение наследником престола, будущим императором Александру Третьему и Николаю Второму. В 1880-1905 годах являлся оберпрокурором Святейшего Синода. Победоносцев играл значительную роль в определении правительственной политики в области религии, просвещения в национальном вопросе, сторонник консервативного курса, автор манифеста 8 марта 1881 года о незыблемости самодержавия. Победоносцева высшее духовное руководство боялось, уважало или с трепетом внимало? Сначала внимало с трепетом и даже с восторгом, с восхищением. Сохранилось достаточно много заметок высших церковных лиц в период назначения Победоносцева на пост оберпрокурора. Это произошло примерно за год до гибели Александра Второго на самом излете эпохи Великих Реформ, что как мы восхищены, все мы ждем замечательных успехов от деятельности этого человека. И здесь нужно учесть, кем был предшественник Победоносцева на посту оберпрокурора, потому что предшественник Победоносцева на посту оберпрокурора, граф Дмитрий Андреевич Толстой, он был, как бы не парадоксально это прозвучало, вообще говоря, неверующим человеком. И такие могли быть парадоксы в истории Российской империи, что оберпрокурор, высший чиновник, назначенный быть ответственным за дела православной церкви, он мог быть просто неверующим. Хороший у нас оберпрокурор, жалко, что неверующий. Ну, да, бывали в административной истории и такие парадоксы, хотя... Ну, Голицын, например, был тоже... Изначально, да, изначально он был либертин, такой вольнодумец, а потом, правда, стал верующим, но церкви, во всяком случае, православной от этого лучше не стало, поскольку он стал верующим с очень своеобразным уклоном. Но в XVIII веке бывали и оберпрокуроры, которые могли публично кричать, что никакого бога нет. В XVIII веке такие вещи случались. А вот в XIX веке, перед вступлением Фобедоносова на апостол оберпрокурора, все было в рамках приличия. Ну, Дмитрий Андреевич Толстой, он просто вот говорил, что... Ну, что такое церковная иерархия? Ну, вот это такие чиновники, которыми правительство должно пользоваться, как любыми другими чиновниками, и держать их в узде. И причем он это говорил, но не в официальных докладах, но своим приближенным достаточно открыто. Он этого не скрывал. Он был, хотя написал труд по истории католицизма в России, но он был человеком религиозно-безграмотным. В частности, в одной из публичных речей он назвал выражение «нет пророка в своем отечестве» французской пословицей. Вот. По воспоминаниям иерархов никто не помнил, когда он причащался. Он составил завещание весьма своеобразное, в котором запретил монахам приближаться к его гробу, когда его будут отпевать, чтобы не было монахов, чтобы были только белые священники. Он одновременно был назначен, сначала он был назначен оберпрокурором, одновременно он потом был назначен министром народного просвещения. И, в общем, в его сознании все это абсолютно сливалось. То есть, он не различал своих дел по ведомству народного просвещения от дел по ведомству православной церкви. У него в приемной сидели какие-нибудь там директора департаментов и стволоначальники в перемешку с архимандритами и архиепископами. И надо сказать, что сопровождалась эта соответствующая политика. То есть, политика в 60-70-е годы, вот как раз-таки в эпоху великих реформ, она была такая отчетливо секуляризационная. Не надо думать, что если в Российской империи православная церковь была господствующим исповеданием, ее все время образно выражаясь, кормили пирожными и белыми булками. В 60-70-е годы правительство в этом отношении довольно сильно закручивало гайки. То есть, сокращалось принудительно по указаниям сверху численность православного духовенства, поскольку считали нечего кормить, как в свое время выражался Петр Великий. Что толку от монахов? Говорят, что они молятся. А все молятся. А примиток-то какой от этого государства? Ну и, в общем, эта логика возродилась в 60-70-е годы. И вот священники от них толк какой? Кормить их нужно, а толк от них какой? Толка никакого нет. Поэтому давайте проведем оптимизацию, как сейчас принято говорить. Сократим их количество, чтобы деньги сэкономить. Главное же, деньги сэкономить. Это был лозунг эпохи. Сокращали количество, численность духовенства, укропняли приходы и, соответственно, сокращали их количество. Духовная академия, семинария, преобразовывали по образцу светских учебных заведений, гимназий и университетов иногда до неразличимости. Сокращалось количество церковно-приходских школ, потому что, ну, какой толк от этого церковного, хочется сказать, опиума для народа? Ну, почти да. Почти да. И, конечно, когда все это зашло в тупик в конце 70-х годов, ну, зашла в тупик, конечно, в целом политика реформ, но эту церковную политику воспринимали как интегральную часть политики реформа. А насколько Педоносов смог объяснить императору будущему, ну, тогда уже еще в будущем, и непосредственно уже когда он стал им, о жесткой необходимости проведения реформ именно в этой сфере. То есть, это вроде бы не экономика, это опять-таки не про деньги. Да. Вот. И Победоносову это удалось, насколько я понимаю, он четко провел вот эту связь между духовным состоянием общества и устойчивостью государства, как во внешнем, так и во внутреннем плане. Так это более или менее начали чувствовать в конце 70-х годов, когда на улицах городов начали взрываться бомбы, тут о церкви как раз вспомнили. Когда все хорошо было, или, по крайней мере, казалось, что все хорошо, мы интегрируемся, мы заводим банки, железные дороги, акционерное общество, у нас все как у взрослых, и вот это вот все как у взрослых приведет нас к процветанию. Вот тогда и приходы сокращались, численность духовенства уменьшалась и так далее. А потом стало ясно, что все это как-то процветание ведет не очень, что на улицах городов взрываются бомбы, что массовые вот эти вот неустройства в духовной сфере, да и в социальной, да и в политической, о которых я говорил, вот тут-то о церкви вспомнили. И еще до прихода победоносцев в Синод, и до воцарения Александра Третьего, начали говорить высших правительственных органов, что куда же мы без церкви, что вот начальное образование, в частности, в сфере которого церковно-приходские школы были почти уничтожены, вот его, безусловно, надо передать церкви, потому что только церковь может научить народ консервативным началом лояльности к самодержцу и верности существующему социальному порядку, что мы без церкви никуда, что надо выделять деньги на церковно-приходские школы, надо восстанавливать. Это началось еще до Победоносцева, но сам Победоносцев, как воспитатель, как наставник Александра Третьего и как государственный деятель, потому что определенные посты он занимал, конечно, и в 60-е, 70-е годы, он постоянно высказывался против этого пренебрежения к нуждам церкви, то есть Александр Третьего был готов к тому, чтобы изменить политику в этой сфере после вступления на престол. Ну, политика же не только заключается в назначении конкретных митрополитов, ведь это же не, не, так сказать, архейский собор, как сейчас назначает патриарх, естественно, а тогда назначал сенот. Да. А сенотом руководит бюрократ. Да. Светский. То есть все назначения шли лично через него, это же, ну, это можно называть вмешательство в дела церкви, можно называть упорядочением, то есть кадровая работа тоже велась, и он активно не принимал участие. Да. И он Победоносцев не принимал участие, потому что думал, что, ну, вот как я уже сказал, а кто же кроме меня сможет это сделать? Ведь я, Победоносцев, я благочестивый мирянин, я чувствую народный дух через меня, говорит народ, который... Чаяние, да. Да, который вообще, говоря, церковное, от всего остального не отделяет народ. Живет в церкви, вот у Победоносцев очень много высказываний в этом духе, которые сближали его, в частности, с Достоевским, с которыми они были, как известно, друзьями. Последний период жизни Достоевского. И Достоевский Победоносцев даже воспринимал в качестве наставника, духовного учителя. Есть очень интересная переписка этих двух людей. И Победоносцев, заняв пост оберпрокурора, он был в восторге, когда он занял этот пост, потому что тут как раз вот его эти чаяния, они как раз избывались. Вот он занимал пост, который в свое время был учрежден как некий административный переходник между церковью и государством, но с чисто бюрократическими целями. А он, Победоносцев, вот он воспринял это с восхищением, потому что перед ним открылась перспектива превращения этого административного сугубюрократического переходника в некий мост между чаяниями народа и политикой верхов, между царем и церковью, между народом и церковью, то есть объединение всего этого в некое единое целое в духе отчасти тех же славянофильских воззрений. Победоносцев к славянофильству тоже был достаточно близок, хотя и расхождения у него серьезные существовали с этим учением. То есть здесь все было очень неоднозначно, и хотя фасад бюрократический, бюрократический антураж сохранялся абсолютно в неприкосновенности, и как можно будет сказать впоследствии, он парадоксальным образом в прикладе Доносове даже ужесточился, но в начале 80-х годов была абсолютно искренняя вера, что вот все это в свое время бюрократически созданную Петром Великим структуру, Синод, оберпрокурора, можно будет переродить внутренне за счет того, что ключевые посты, в первую очередь, пост оберпрокурора займут вот такие благочестивые, духовно близкие к народу люди. Мы можем обойти и личность митрополита Московского как первого из равных тогда. Да. И от личности этого человека тоже очень много зависело. А как складывались отношения тогда с, ну, можно сказать, с первоиерархом, наверное. Ну, здесь опять-таки нужно вернуться к тому, о чем мы сказали, о политике предшественника Поведоносцева на оберпрокурорском посту Дмитрия Андреевича Толстого, и сказать, что одной из очень болезненных проблем, которая буквально раскалывала церковь изнутри в 19 веке, было возникшее гораздо раньше, но ставшее очевидным в предыдущем 18 столетии, расхождение и даже раскол между белым приходским духовенством с одной стороны и черным монашествующим духовенством с другой стороны, связанным во многом с тем, что в соответствии с православными традициями епископы архиереи могли бы только монахи. Белых священников там быть не могло. Предшественник Поведоносцева Дмитрий Толстой желая подорвать самостоятельность церкви, глубже интегрировать ее в бюрократический аппарат, потому что епископ он все-таки епископ, его можно сажать в приемной на одну скамью со столоначальником, но епископом быть от этого не перестанет. Он и думает по-другому, у него и полномочия другие, он опирается на другую правовую основу, на апостольские правила, на византийское законодательство, а вовсе не на бюрократическое законодательство Российской империи. И с ним трудно сладить. И вот его нужно как-то превратить в столоначальника, подорвать его самостоятельность, а несмотря на то, что можно прочитать в литературе, самостоятельность духовных лиц, по крайней мере, епископов, вовсе не была так уж сильно подорвана в синодальный период, они все равно оставались епископами, они не стали чиновниками. И чтобы глубже их интегрировать в эту бюрократическую машину, Дмитрий Толстой их как бы шпынял и колол с помощью белых священников, которых он очень сильно поощрял. Он им предоставил возможность занимать высокие посты в системе духовно-учебных заведений, он негласно поощрял периодические здания, которые защищали интересы, как их понимали, белого духовенства и нападали иногда очень ожесточенно на монашество и епископов. И Поведоносов, когда пришел к власти, он все это перевернул с ног на голову или с головы на ноги, если угодно. Он со всем этим делом покончил. Периодические здания, которые нападали на епископов, быстро и тихо скончались под давлением цензуры. Представители белого духовенства из синода удалили практически сразу же, они могли быть и в синоде раньше со времен Поведоносова. Считалось, что наряду с епископами в синоде могли быть представители белого духовенства, имевшие особый статус, глава военного духовенства и глава придворного духовенства, духовник царской семьи. Эти духовные лица при Поведоносове в синод не входили, то есть синод стал сугубо епископским. И епископы, естественно, пришествие Поведоносова восприняли с восхищением как чиновник, как человека светского, как чиновника, но тем не менее ориентирующегося на канонические начала, поскольку, безусловно, верховенство епископов, оно осмыслялось именно как канонические начала. То есть, вот пришел бюрократ, действительно тайный советник, в мундире, но он наш, он вот ходит в мундире со шпагой, но он наш, он вот такой вот почти, почти что архиерей, он нас теперь будет защищать, но продолжалось это очень недолго, потому что, ну, понятно с точки зрения Поведоносова, что священники должны были подчиняться епископам, но это вовсе не значит, что епископы должны были подчиняться тоже епископам, епископы должны были подчиняться Константину Петровичу, потому что народный это дух он осознал, а не епископы, и поэтому он им очень быстро начал выкручивать руки, причем довольно сильно, поэтому началось расхождение оберпрокурора с одной стороны высшей иерархии, с другой стороны, которое привело потом к очень жесткому противостоянию. Такая тема, как духовные школы, там были приняты ряд решений. Можно ли назвать реформу духовного образования в то время, или просто были некие изменения, коррекции, скажем? Нет, была реформа, которую можно назвать контрреформой, которая была очень резкой, потому что духовная школа была едва ли не самым симптоматичным, я бы сказал, компонентом сложившейся в то время церковной структуры. На ней сразу очень явственно отражались все повороты в церковной политике государства, да, поскольку от духовной школы зависел облик новых поколений духовенства, зависело отчасти формирование того, что условно можно назвать церковной доктриной, хотя официально такой формулировки не было, но что-то вроде церковной доктрины для каждого определенного периода, конечно, существовало. И вот то, что пронизывало идеологию Поведоносцева применительно к церковным вопросам, это было очень острое отталкивание, очень острое недоверие ко всему, что несло на себе печать рационализма, светской науки, неких заимствованных из Европы подходов к изучению духовных вопросов, потому что он всему этому не доверял, он всего этого очень боялся, и он очень боялся того, что вот это безмерно важное, хранящееся в народе миросозерцание, очень важное для государства, но очень хрупкое, которое нужно оберегать всеми средствами, если вот в эту среду, в народную среду допустить священников, которые понабрались скептицизма, рационализма, которые привыкли надо всем размышлять, все ставить под сомнение, все анализировать, все разлагать по полочкам, все разлагать по волоскам, да, во всем ведь можно найти темные черты. Ну, тут и учение Дарвина перевели вовремя. Да, тут и учение Дарвина. А как ему противостоять? Особенно ты ему не попротивостоишь. И вот лучше будет, если пастыри простые душой, может быть, немудрящие, они просто этого ничего не будут знать. Они будут истово служить, они будут проникнуты вот этой высокой поэзией. Победоносов очень ценил эстетическую сторону церковной жизни, вообще богослужения в частности. Они будут проникнуты вот поэзией богослужения, они будут искренне истово служить, они будут верить во все то, что связано с историческим укладом церкви, и ничего не будут подвергать сомнению. Они будут читать крестьянам назидательную литературу и сами ограничиваться назидательной литературой. И поэтому духовные школы нужно, велико возможно, ограничить от жизни светского общества. У него, по-моему, была мысль, что не надо смущать. Не надо смущать. Не надо смущать. Простецов. Вот его идеальной фигурой был простец, человек простой. Вообще простота – это было высшее положительное качество, которое у Липовеносова было буквально предметом поклонения, которому он буквально поклонялся. Что просто, только то право. У него есть такая чеканная формулировка. Вот правильное и хорошее – это только простое. Когда начинается разложение этой простоты, в том числе и под влиянием рационалистического анализа, сразу все хорошее теряется. То есть эту простоту, целостность, нерасшелененность, расчлененность, первичность, наивность нужно максимально сохранять и ни в коем случае ее никак не расчленять. Александр разделял взгляды Победоносова вот прямо вот в деталях? Я так чувствую, что они были более чем единомышленники. Да, разделял и в период наследничества просто сливался с ним. У него в письмах есть такие потрясающие формулировки. Это действительно странно, как мы с вами сходимся мыслями, «Мы с вами буквально одно и то же. Пожалуйста, помогите мне, наставьте, я сам ничего не понимаю. Вы так хорошо все объясняете, вы все так хорошо понимаете». То есть в период наставничества и в первые годы правления это было практически одно и то же. Потом начались, конечно, расхождения, связанные в том числе и с тем, что Александр III, как царь, должен был думать, как вы сказали, и о курсе рубля, и о биржах, и о преобразовании административных учреждений. И о строительстве железных дорог. И о строительстве железных дорог, безусловно. А Константин Петрович, он был вот такой вот духовный наставник, моралист, он был очень сильно сосредоточен в духовных делах. А если вот забежать вперед, то есть эпоха Александра, все-таки это не время правления, это эпоха Александра III. Да, безусловно. Это серьезный пласт в нашей истории. Вот если уже взглянуть по итогам вот этих реформ, этих изменений, что для современного зрителя нужно обязательно вычленить и показать позитивного, что было сделано для церкви. Ведь в церковной истории этот период, ну, там по-разному оцениваются, но тем не менее позитивные черты обязательно там выделяются. То есть, ну... Ну, мы с вами сегодня помним, и не просто помним, а это присутствует в нашей жизни, восхищаемся религиозной живописью Нестера, восхищаемся живописью Васнецова, восхищаемся великолепной, стилизованной, конечно, но наполненной глубоким смыслом архитектуры храмов меорусского стиля. Как раз был заложен в это время, русский стиль он дольше развивался, до 13-го года, до 17-го, не будем так уже говорить, но до 13-го. Да, да, но основы, конечно, были заложены... Воспитаны художники были тогда. Да, в это время, да, и, конечно, они были воспитаны, потому что это не просто какое-то механическое воспроизведение на холсте или в камне, чего-то такого, что приказали. Нужно было пропитаться определенным мировоззрением, выносить его. И здесь нужно сказать, что это поддерживалось властями, что Победоносов и Александр Третий не были нейтральны в отношении к этому. Они старались это стимулировать. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вот в то время, в котором мы с вами живем, мы можем посмотреть уже издалека, но без снобизма, конечно, и мы видим, что вот такого протекционизма по отношению к национальной культуре, мы сейчас говорим о духовной сфере и культуре, а промышленности не берем. Вот, ну, редко когда было в отечественной истории, там потом уже было немножко... Ну, Николай II тоже много делал, но там были другие уже условия. И фактически после вот этого века, который там потом был назван частью серебряным, но вот в новой русской стиле все, что сделано было такого национального, это вот Александр Третий, в первую очередь с подачи того же Победоносца. Да, да, да. Здесь нужно сказать, что, конечно, протекционизм, когда он неправильно выбран, он может нанести очень сильный удар развития культуры, да, когда начнется некое произвольное вмешательство в культурное развитие. Но в данном случае были выявлены и поддержаны действительно очень перспективные явления, поэтому в данном случае можно сказать, что протекционизм сыграл положительную роль, хотя, конечно, вот эта вот самоуверенность, в первую очередь Победоносца. Цензура, она всегда присутствует, но при Победоносцеве она стала такой вот идеологически насыщенной. Но он в советскую историю как раз и вошел, как главный цензур, как вот такой душитель. Да, он был, и иногда он и душил, чего греха таить, но дело было в том, что цензура как таковая, вот положить на стол цензурный устав и по пунктам, по параграфам сравнить, что в цензурном уставе соответствует или не соответствует тому, что написано в произведении. То есть это чисто бюрократическая, техническая, административная операция. А Победоносцев, он подходил к этому совсем с другими претензиями, требованиями, воззрениями. Он все это насыщал очень сильным идеологическим посылом, который заключался в первую очередь в том, что вот и произведения искусства, так же как проповедь пастыря, они не должны смущать народной простоты. Вот как это так, да? Там Ге в своей картине, что естественно, каким он показывает Христа. Как сказал уже не Победоносцев, Александр Третий, но это было отражение того же подхода. Мы-то поймем, но народ-то не поймет, когда ему такого Христа представят. Сомневаться будет. Начнет сомневаться, да. Сказать по правде, да, то, что изобразил Ге, это тоже было отражение определенной идеологии, в данном случае такое близкое к толстовству идеологии. Но, тем не менее, это тоже искусство. Ну, что делать? Ну, вот если такие взгляды на Христа, от этого не уйдешь. Но последовал запрет. На картину Репина Иван Грозный, сын его Иван, тоже последовал запрет. Это что это такое? Царь убивает своего сына. Это вы что имеете в виду, товарищ, в данном случае, господин Репин? Это вы на что намекаете? На чью мельницу вы льете воду? Последовал запрет. Хотя, ну, это искусство. Ну, что здесь поделаешь? Ну, наверное, на что-то Репин намекал. На какую-то мельницу он лил воду. Тем более, наше общество всегда таково. Но и сейчас таково. И тогда было таково, что в самом невинном сюжете произведения искусства видит какой-то намек на что-то непонятное. Можно и в Утрестелецкой казни, и в Боярне Морозову, и Сулькова там увидеть. И видели, и видели, и видели. Это протест против вот этого деспотизма. Да, но протест против деспотизма можно увидеть абсолютно во всем. Тем не менее, понятно, что запреты здесь не действуют. Что тут с запретами можно изменить или улучшить? Поэтому, конечно, была и эта запретительная сторона. Мы говорим о православных, но, может быть, два слова о политике Александра по отношению к мусульманству в первую очередь. Здесь нужно сказать, что для мусульман и вообще для иноверцев, как их тогда называли, царство Александра Третьего, конечно, не было благополучным. И это было обратной стороной той самой идеологии духовной целостности, возвращения в известном смысле ко временам Московской Руси, которыми руководствовался отчасти Победоносов, отчасти Александр Третий. Потому что если вот от этого раздрая, этих противоположностей, этой борьбы, этой сумятицы, которая имела место в эпоху реформ, мы возвращаемся к счастливой целостности, духовному единству и покою времен Московской Руси, то, простите, какие здесь иноверцы? В Московской Руси никаких иноверцев не было. Но они на самом деле были, но их как бы не было. Их было очень мало. И здесь какие иноверцы? Их тоже не должно быть. Или, по крайней мере, они должны были сидеть тихо, не высказывать претензии на какую-то особость и, по крайней мере, не представлять опасности для вот этого духовного единства. Они объективно самим фактом своего существования такую опасность все-таки представляли. И поэтому эпоха Александра Третьего, она характеризовалась, в общем-то, достаточно жесткой политикой по отношению к иноверцам, которая иногда не была ничем спровоцирована. Мусульмане, они, в общем-то, при Александре Третьем были примерно такими же, как при Александре Втором, но при Александре Третьем активно обсуждались вопросы об ограничении их прав, ликвидации государственного узаконения мусульманских духовных структур, которые были введены еще при Екатерине Второй. Усилилось давление на бурятов, ламаитов в Забайкалье. Но иногда это было просто продолжение политики, которая началась еще раньше, жесткая политика по отношению к католикам и униатам в Польше и в Западном крае. Иногда это было порождением тенденций именно эпохи Александра Третьего. Например, тот же Прибалтийский край, лютеране, немцы, эстонцы, латыши, которые в лице немецкой верхушки, конечно, всегда рассматривались в Российской империи как самая лояльная часть нерусского населения, которых всячески ублажали, которым всячески раздавались привилегии. Здесь отчасти под влиянием тех же славянофилов, но покойного к этому времени Юрия Самарина, но который в свое время, в 60-70-е годы, очень много сил положил на борьбу с обособленностью Прибалтийской окраины. Начинается наступление и на этот регион, что, конечно, сильно осложнило ситуацию в стране, усилило напряженность. Самарин Юрий Федорович. Русский общественный деятель, историк, философ и публицист. Родился в богатой и родовитой дворянской семье, окончил философский факультет Московского университета. С середины 1840-х годов являлся одним из главных деятелей славянофильского движения. В 1849 году был заключен в Петропавловскую крепость за письма из Риги, распространявшиеся в списках и направленные против немецкого засилья в Прибалтике. В 1853-1856 годах Самарин написал и пустил в обращение записку о крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе. Проект отмены крепостного права в России. Есть одна дата в церковной истории, это Крещение Руси, и 900-летие, как такой праздник, он отмечался как раз при Победоносове. Есть несколько оценок этих мероприятий. С одной стороны, это важное событие, в Киеве были большие торжества, и некоторые исследователи пишут, что государство впервые уделило внимание, что этот праздник был отмечен, поддержан, там какие-то была помощь. А с другой стороны, говорится о том, что настолько было давление снизу, что нужно было отмечать, что даже боялись излишней помпезности и даже некоторых провокаций, что в Киеве именно конкретно все происходило. И царь не смог поехать, он встречался, насколько я тоже представляю себе, с Вильгельмом, тогда шли тесные переговоры с Германией, и, в общем, саммит нельзя было отменить. И в эти вот июльские дни, там целую неделю в Киеве гуляло по всей стране, то есть тоже проходили мероприятия. Это, наверное, один из таких ключевых точек той самой церковной политики, которая проходила, что с одной стороны вроде бы надо что-то делать, и снизу давление православного общественности оно тоже было. То есть народ как считал себя православным, как жил своей, так сказать, жизнью, как ходил причащаться, так и приходил. И так все это и происходило. Зависло все от конкретного приходского батюшки. Если он был нормальным священником, то и мир жил в порядке. И получилось вот такие два слоя. С одной стороны, победоносцев и его структура, делавшие что-то правильно, но как бы сверху решавшие. А с другой стороны, то, чем жила церковь. Вот это как раз 900-летие. Да, но и благодаря победоносцу это традиционное, да, вот то, что народ ходил причащаться, народ, добавлю, ходил в паломничество, а Киев это традиционно одно из мест общероссийского паломничества. Тогда... При Александре Третьем очень сильно развивалось и паломничество по святым местам, Палестин, и вообще паломничество поездки. Внешнее паломничество, но вот это внутреннее паломничество, оно существовало всегда, и в народе никто не делал тогда различия, какие-то святыни наши или не наши. Это была общероссийская святыня. Российская не в смысле этнически русская, а в смысле вот большое пространство, большая общность, которую мы сейчас назвали бы восточные славяне, которую тогда называли русские, но имея в виду, что среди русских есть великоруссы, малоруссы и белоруссы. И народ традиционно многими тысячами, десятками тысячей ходил из великорусских губерний, из самых дальних губерний, на паломничество к киевским святыням. И, кстати сказать, не чувствовал себя чужим ни в языковом, ни в каком ином отношении в этих местах. И, безусловно, то, что было сделано в 88-м году при Победоносове, это выведение этой подспудной народной стихи, потому что народ пришел на привычное ему паломничество. Благодаря поощрению властей и благодаря поощрению консервативно настроенной и националистически настроенной части образованного общества, в том числе духовных академий, духовной академии в Киеве, это было выведено на уровень такого официально оформленного общенационального празднества, которое действительно стало очень таким мощным, громким событием. Здесь и освящение знаменитого памятника Богдану Хмельницкого с надписью «Волем под царя восточного православного» знаменитого постановления Переяславской Рады. Здесь и работы во Владимирском соборе, тогда еще незавершенном, которые расписывали, как известно, те же упоминавшиеся нам министеров, Воснецов, академик Прахов. Здесь парадоксальным образом приветствия присланы не от кого-то, а от примаса англиканской церкви архиепископа Контерберийского, который единственный из иностранцев, из западных, который приветствовал. Но были и деликаты от Абиссинской церкви, которая совсем не православная, но которую условно, немного закрыв глаза, это прозвучало всемирно. Были делегаты от Японской православной церкви незадолго до этого возникшие делегаты из славянских земель, которые, по мнению Кобедоносова, который все-таки здесь, наверное, выдавал желаемое за действительное, пожирали глазами надпись на постаменте памятника Богдана Хмельницкого, воли по царя восточного православного, и говорили, вот наша программа, зачем нам искать другую. Но вот это был действительно такой, это можно назвать саммит в исконном значении этого слова, то есть вершина. Боялись как укрепления панславянских таких тенденций. Говоря о том, какое влияние оставила эта эпоха для последующих судеб церкви и общества, но очень сложно, у нас нет какого-то четко действующего прибора, термометра, чтобы замерить, как мы термометром замеряем температуру, нет никакого четкого измерения, или чтобы замерить. Что можно сказать? С одной стороны, конечно, влияние было во многом негативным. Вот это вот гонение на иноверие и инаковерие, это жесткая политика по отношению к духовно-учебным заведениям, жесткая политика по отношению к самой церковной иерархии, которая привела к расхождению между оберпрокурором и высшей иерархией. Это все, конечно, не имело положительных последствий, и это потом достаточно ярко проявилось, в частности в том, что когда начала подступать революция, и Победоносов ослабел не только рядовое духовенство, но и высшие иерархии фактически выступили против него, потребовали отменить или, по крайней мере, сократить оберпрокуратуру, созвать собор и восстановить патриаршество. То есть все это было. Но, с другой стороны, мы же не знаем, сколько людей, воспитанных в церковно-приходских школах, Победоносово впоследствии в качестве рядовых верующих смогли хоть в какой-то степени сохранить элементы церковности в период гонений, сколько людей, на которых повлияла атмосфера духовного подъема в 80-е-90-е годы, работали в том же русле. Очень хорошо, что вы закончили именно эту мысль. Я хотел бы обратить внимание наших зрителей на то, что тот сон новомучеников и исповедников церкви русской, это уникальное явление в мировой христианской истории, они как раз утвердились в вере в годы правления Александра Третьего. Значительная их часть. Это тоже такой важный фактор. Это нужно всегда помнить. Поэтому, опять-таки, структура церковная и роль синода – это одно, а жизнь церкви и наше самообщество – это другое. Другое. Уважение к закону и доверие к государственной власти. Константин Петрович Победоносцев Спасибо вам, Александр Ильич, за этот разговор. На этом мы должны завершить нашу программу. А с вами, уважаемые зрители, мы обязательно вскоре встретимся, чтобы продолжить наши экскурсы в отечественную историю. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»